всем привет сейчас мы приготовим котлетки с картошечкой в духовке это будет все на одном противне с соусом будет все очень вкусно подробно все ингредиенты напишу под видео нам понадобится сейчас сделать фарш то есть лук 1 луковица замочена мне здесь уже молочке булочка специи мой любимый итальянская приправа мне еще есть такая специальная для мяса и соль и надо будет что потому что добавить 1 яичко наш фарш готов мы уже начали формировать фрикадельки в общем мы все смешали вообще по идее фарш и делается как на обычной котлетке лучок яйцо булочка в молоке и специи так вот мы формируем небольшие фрикадельки у меня здесь буквально может быть 2 столовые ложки фарша обваливаем в муке и выкладываем по периметру противня застеленного либо пергаментом либо фольгой мы сделали из всего фарша вот фрикадельки выложили их по периметру сейчас в середку положим картофель предварительно забрызнув немножечко оливковым или растительным маслом тонышко и сейчас сверху тоже картофель я нарезала на половиночке можно нарезать на четвертинки или кольцами как удобно не играть особой роли кому как нравится сейчас мы это положим на 15 минут при 220 градусах в духовку и пока будет готовиться сделаем соус которым будем заливать всю эту красоту пока картошка с фрикадельками запекаются в духовке приготовим соус для этого две столовые ложки сметаны смешаем с одной столовой ложкой у меня кетчуп хайнс без добавок без ничего можно использовать томатную пасту щепотку соли и пол стакана воды получается такая смесь сейчас пройдет 15 минут мы забьем этой смесью у нас противень и поставим запекаться еще на 20 минут 15 минут прошло наши фрикадельки картошка немножко поджарилась сейчас мы заливаем все это дело соусом сочетание томатной пасты от кетчупа и сливочного вкуса в виде сметаны сливок очень удачно я прям очень-очень люблю довольно таки часто так сочетаю эти продукты получается очень вкусно все сейчас мы все это делаю отправляем на 20 минут на 220 градусов и потом можно будет кушать наше блюдо готово фрикадельки получились очень нежные мягкие вот картошечка тоже уже готова тоже мягкая хорошо ломается у нас получился такой соус очень вкусный вот достаточно интересно и легко приготовить для повседневного обеда или ужина спасибо за внимание до новых встреч